Дмитровск был в оккупации 22 месяца. За четверо с половиной суток битвы за город, 37-я гвардейская, дважды краснознаменная орденов Кутузова и Хмельницкого стрелковая дивизия, которая освобождала город, убитыми потеряло 512 человек. 10 тысяч дмитровчан, моих родных земляков, были призваны в годы войны на защиту Отечества. 7 тысяч не вернулось в родные края. Мы благодарны тому поколению, которое победило коричневый чуму фашизма. Эту цифру в Шаблыкино помнят многие. 4610 земляков не вернулись с полей сражений. Очевидцы вспоминают, в богатом колхозном районе захватчики хозяйничали 22 месяца. Разоряли, убивали, угоняли шаблыкинцев в немецкое рабство. Район был полностью очищен от фашистов в августе 1943 года. Очень тяжелые, кровопролитные бои были 13 августа. Когда немцы уходили, они сжигали все на своем пути. В поселке Шаблыкино было обнаружено в живых только две старушки. В Дмитровск севастополец Александр Дорохов приезжает каждый год. В 43-м, не зная, сняли ли немцы заняты на колокольный пост, 19-летний принек водрузил на здании школы «Алое знамя свободы». Это, прежде всего, встреча с молодостью, юностью, которая, к сожалению, лишила меня, как и миллиона советских людей, сражавшихся с фашизмом. У нас был интерес один – идти вперед и пробеждать. С живых свидетелей Великой Отечественной осталось всего-то восемь на весь семитысячный район. Мария Кузеева – одна из тех, кого зовут «дети войны». 4 октября 1941 года, когда фашисты прорвались в Шаблыкино, ей было 7 лет. Лежала я дома на петечке. Мама была у меня, братик был. И слышим, трясется, трусится. А мать, значит, выскочила. А не, прямо танки. Я вспоминаю детство свое. Вот я шла сюда и плакала. Весь город пришел почтить память погибших на Дмитровской земле солдат. Воинские захоронения разбросаны по всему району. В них упокоилось 7040 бойцов. Но годовщина освобождения стала не единственным праздником 12 августа. На 15 лет старше знаменательной даты – День образования Дмитровского района. Отметить двойной праздник дмитровчане решили оригинально. На один день аллея городского парка превратилась в деревенскую улицу, где каждая сельская администрация представила свое подворье – этакую выставку местных талантов. Митинг в честь воинов и освободителей предваряло шествие из центра Шаблыкино к братской могиле и обелиску славы. В память о дне освобождения сегодня к подножью обелиска ложились цветы. Восьми оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной на церемонии не было. Им уже далеко за 90-е поздравления они получали на дому. Но август 43-го еще надолго останется в памяти шаблыкинцев, так называемых детей войны.